Их очень много и все не в постоянном движении. Одни организации взяли шефство над военными, другие помогают переселенцам, третий пытаются оказывать помощь всем подряд. Сегодня мы расскажем о тех, кто поддерживает воюющих в зоне АТО. Кто для кого трудится и по какому адресу что нести, знает Алена Мальцева. Эти люди очень ценят время, потому что больше всего не хватает времени и средств. У Натальи Кручинина и ее коллег по волонтерству осталось пара дней. Они одевают батальон «Шторм» не только в форму, но и в каски и бронежилеты. Наш батальон «Шторм» вроде бы как на обеспечении области, но по факту очень много ребят пришло с обычными металлическими касками. Двое ребят пришло в мотоциклетных шлемах с передовой, поэтому оснащены они меньше, чем на троечку. Шторм – это 104 человека. Процентов на 60 батальон состоит из добровольцев, которые раньше не сталкивались с боевой службой. Этот батальон – единственный добровольческий в Одесской области. Он уже понес потери. Двое погибших. Каждые полторы недели к ним в зону АТО отправляется груз канатный. Генераторы, дальномеры, другие необходимые вещи, форма, белье и так далее. Списки мы составляем на основании запросов ребят, штурмовцев. То есть мы индивидуально общаемся с ребятами, не с командованием. Наталья Принас публикует в соцсетях внушительный список того, что нужно. 25 кевларовых касок, столько же бронежилетов пятого класса защиты. Это еще не все. Здесь больше 20 пунктов. Из-за такой работы девушки-волонтеры уже отлично разбираются в совсем не женских вещах. Какие есть разновидности бронежилетов, тактических очков. 15 сентября 52 человека из шторма снова отправятся в зону АТО. Волонтеры надеются, что экипировать их еще успеют. Другие одесские волонтеры помогают переселенцам, а также готовят украинских солдат и добровольцев к зиме. Это активисты волонтерской сотни. Они призывают собирать теплые вещи и нести на Адмиральский проспект 34А. Наступает зима, холода. На Донбассе в ночи набагато холоднейше, чем у нас. И до этих пир, где-то хлопцы сплят на ковриках для йоги. Прошу помощи в сборе денег на термобилизм, на шкарпетки, на те необходимые вещи, без которых воевать просто неможливо. Еще один штаб на Жуковского забит до отказа гуманитарной помощью, который отправляется в зону АТО и в места дислокации военных каждый день. Одесские волонтеры помогают военному госпиталю, а также отправляют бойцам продукты, одежду и не только. Это может быть автомобили, люди, которые просто ездят в зону АТО за свой счет. Это может быть разнообразно. Даже прийти после... Вечером, когда привозят продукты сюда, у нас здесь завал получается, даже их распределить, допустим, приходят просто женщины, которые уделяют на это 2-3 часа времени, чтобы просто пересортировать. Здесь помогают не только украинской армии, но и семьям военных, в том числе и погибших. В той же Чабанке не работают разве что с временными переселенцами с востока Украины. Чай, кофе в основном, орехи, изюм, то есть более энергетические. Ну, также тушенка, сахар, крупы и все остальное. Сейчас уже наступает зима, мы уже собираем больше теплые вещи, это термобелье. Говорят, больше всего ценятся даже не консервы и чай, а Кока-Кола и вот такие детские открытки от детей, которые приносят постоянно. Анастасия Симонова, Алена Мальцева, 7 канал.